Уважаемые зрители, подскажите мне, пожалуйста, как оно у вас в жизни? Вот есть у нас жизнь, плывем мы по ней, кто-то по течению, кто-то гребет как сумасшедший, а в итоге тот, кто гребет, только ненамного впереди. Те, которые гребут, они вырвались от меня и находятся только чуть-чуть впереди. Я их даже вижу. Те, которые не гребут, вон они там сзади. Я тоже не гребу, вот оно весло. Но в отличие от тех, которые не гребут, я делаю лишь небольшую коррективу, когда плыву, чтобы лодка, на которой я плыву, не врезалась в берег, либо не села на мель. И этого в случае с плаванием по небольшой речке, важно, по небольшой речке, достаточно. А теперь вопрос. Есть ли смысл так грести, если причал ненамного ближе? А если для кого-то и ближе, то только потому, что он потратил свои силы и приплыл к своему причалу просто раньше, чем вы. А вы, благодаря тому, что свои силы сберегли, можете плыть дальше. Может быть, в этом и есть истина жизни. Достаточно иногда остановиться и просто посмотреть на природу. не гребсти, успокоиться и обратить внимание, что оказывается, по сторонам живут какие-то дикие птицы, что оказывается, по сторонам красивая природа. А если что-то в жизни не случается, то достаточно одного гребка весла, вот как я сейчас сделал, чтобы поправить направление вашей лодки и плыть дальше. Нужно ли плыть против ветра? Нужно ли бороться? Я не знаю, это вопрос очень философский. Я бы хотел, чтобы каждый из вас на основании вашего жизненного опыта, особенно это касается более старших людей, старших меня в данном случае, написали, что для вас важнее. Гребсти как сумасшедший. Не гребсти вовсе или корректировать направление вашего корабля, исходя из жизненных ситуаций. До встречи в комментариях и до встречи в новых видео. Всем пока!